Конечно же нас обрадовал визит Бориса Джонсона в Вашингтон, его предложение, его позиция, как восприняли такие, скажем так, моменты пичтовхования на украинском ямысле, вы же понимаете, подбивает Борис Джонсон к тому, чтобы нам как можно быстрее давали оружие, чтобы в конце концов заканчивать эту войну. Как восприняли это в Штатах? Довольно позитивно. Во-первых, вы знаете, он приехал очень вовремя, все продумано. Мы должны знать, что Борис Джонсон и та партия, которую он представлял, как премьер-министр Великобритании, консерваторы, они точно по своим ценностям совпадают с нашей республиканской партией. Поэтому он приехал подбодрить, поддержать лидера республиканской партии в Конгрессе. Прежде всего, Кевина Маккарти. С тем, что он, как бывший премьер-министр и один из лидеров своей партии, он также остается влиятельнейшим человеком. Он настаивает на том, чтобы сегодня, как никогда, Украина была поддержана теми видами воронений, которых она остро нуждается. Тем более, обратите внимание, из нескольких источников и довольно солидных источников поступает информация о том, что Путин готовит контрнаступление к 23-24 февраля. Поэтому речь идет о том, чтобы, не дожидаясь атакой, идти на опережение. И чем быстрее будут представлены те же танки, Абрамс, Леопарды, Челленджеры и, конечно же, самолеты F-16, тем больше шансов, что та атака, которую планирует Путин, несмотря на то, что он посылает сотни, а то и тысячи путничного мяса в Украину, можно будет остановить это и перейти в полное контрнаступление по всей линии фронта. Тем более, что выдающийся генерал Украины, заложный, дал уже четко понять Западу в своем интервью экономисту, что как минимум необходимо для Украины. И я думаю, что сегодня очень многое будет поступать без объявления, без обнародования. Ибо на Западе, наконец-то, с большим опозданием начали понимать, что без атакующих видов вооружений, тех же снарядов, радиусов действия, ну, пока пусть будет 150 километров, а то и 300-500, добиться победы невозможно. Поэтому я настроен оптимистично. Я думаю, что очень многие позитивные новости мы будем иметь с фронтов Украины сегодня. Я так думаю. Очень на это надеемся. Я чисто из человеческой стороны сейчас посмотрю на вопрос запрашиваемого оружия. Мы еще не получили танки, нам обещали 31 Абрамс. Потом заявили про то, что они к нам приедут практически в конце 2023 года, либо в начале 2024-го. Мы уже в этот момент говорим о ракетах дальнего радиуса действия, о самолетах F-16. Как это среди американцев обсуждается? Не говорят, что вот эти украинцы уже слишком обнаглели, еще не получили танки, а уже про самолеты говорят? Нет, нет, абсолютно нет. Потому что я вас хочу попросить обратить внимание на мнения генералов американских. Генерал Ходжес, Кларк, Петреус. Очень влиятельный генерал. Несмотря на то, что они в отставке, каждый из них. Они преподают в академиях, они отправляют свои мнения в Конгресс. И в администрацию Байдена. Это одна сторона, другая сторона. Сегодня нет ни одного источника влиятельности, который бы не говорил о том, что сегодня нужны новые виды вооружений другого качества и в другом количестве. Это все влияет. Ну и самое главное, общественное мнение. Более 70% американцев независимо от партийной принадлежности за неукоснительную и нарастающую поддержку Украины. Это очень важный фактор. Это все влияет. И я думаю, что скорее леопарды поступят с челленджерами, чем абранцы. Скорее всего. И абранцы тоже будут поступать хотя бы из тех стран, которые давно имеют эти абранцы. Даже Польша, к примеру. Даже Чехия, к примеру. И Греция, вот, например, недавно сообщила, что она готова поставить свои абранцы. Другими словами, все началось двигаться. Ну, насколько это быстро произойдет, мы будем свидетелять очень скоро. Но я еще раз повторяю, оптистичен, потому что все понимают. Даже тот же Байден, который просыпается с трудом. Он тоже знает о том, что к 24-ю готовится огромная мощная атака на Украину. И надо что-то делать. А президент Деленский уже четко сказал, что одно есть противоядие против этого. Это опережение. Надо быстрее обеспечить проект тем видом вооружения, которое обеспечит контратаку. Я думаю, что скоро мы станем сами свидетели. Очень на это надеемся. А вот вопрос, который волнует сейчас и Запад, в частности, что делать с Россией после ее распада. Мы уже слышим про некоторые регионы России, которые объявляют о возможном проведении на их территории референдумов об отделении от Российской Федерации. Не хотят люди себя замыливать, потому что понимают, что их ждет в дальнейшем. Российский паспорт – это невозможность выехать из страны, полностью быть изолированным от цивилизованного мира. И что же делать с Россией? Знаем ли мы ответ на этот вопрос? Конечно, во-первых, к сожалению, оппозиции как таковой в России нет. Она или уничтожена, или разбросана в разных странах. И более того, у этой оппозиции нет четкой стратегии. Другими словами, на Западе еще бытует мнение, что с опаской, с таким напряжением, а кто будет после Путина? Ведь оппозиции нет, а вокруг одни оголтелые головорезы. Так есть мнение даже такового, что, может быть, лучше нам с самим Путиным договориться, что мы хоть знаем, как с ним разговаривать. Мы 22 года с ним торговали, энергоносителей покупали и так далее. Вот это опаска есть, но другое мнение, оно более нарастающее сегодня, которое говорит, оставьте в сторону это мнение, оно неверное. И речь идет прежде всего о генералах, которые так не думают. Я, вышеназванные мной генералы, они говорят, что сегодня достаточно нам помочь Украине выбить этих варваров за границы 1991 года, и карточный домик путинский распадется. То есть, другими словами, его окружение решит судьбу этого фюрера. Такая вероятность большая очень. А тогда уже начнется, ну, конечно, распад. Татарстан, Чувашия, там, Кавказские республики. Кубань, в частности. Да, они начнут сами решать свою судьбу. И, конечно, Запад должен быть на подхвате. Каким образом? Экономика, прежде всего. Это голодные районы. Не надо сравнивать их с Москвой и Питером. Это абсолютно другие районы. Их надо будет поддержать. И тогда уже надо будет помочь той оппозиции, которая существует на Западе, им сгруппироваться, отъединиться, выработать стратегию. И, конечно же, не повторять той ошибки, которую Запад совершил при распаде бывшего Советского Союза в 1991 году. Вместо того, чтобы помочь каждой отдельно взятой республике бывшей Советского Союза, планами маршала, прежде всего, финансами, стратегией создания экономики западного, капиталистического типа, Запад, напротив, послал идеологов, которые начали промывать мозги, как строят демократию. И даже тот же Буш, если вы помните, старший, приезжал в Киев, приезжал в Москву, уговаривал, не надо выходить из Советского Союза. Ведь Горбачев великий человек был, и он остается. Надо оставаться в Советском Союзе. Это была грубейшая ошибка Запада. За все это сегодня бедная Украина платит. И надеемся, что на эти грабли мы уже не будем наступать. Будем смотреть, что там будет в дальнейшем. И надеемся, что оружие как можно быстрее к нам придет комплексно, потому что именно комплексные решения нам нужны на данном этапе. Абсолютно. Без этого никак нельзя, потому что сегодня промедление смерти подобно. Каждый день мы теряем сотни-сотни мирных граждан Украины и солдат. Разрушается инфраструктура. И таймер сегодня работает в пользу Путина. Он на то и рассчитывает. Уничтожая инфраструктуру, он вынудит народы выйти якобы на улицу. Те захотят остановить войну любой ценой. И это расчет не только на Украину, но и на западные страны. И вы знаете, к сожалению, вот этот очень опасный фактор. И Запад должен понимать это. А мы лоббируем здесь. Мы пытаемся как можно быстрее писать, требовать от наших конгрессмеров и сенаторов, чтобы они понимали, где мы сейчас находимся. И быстрее здесь. И дальше, господин Пинкус, очень интересно с вами вести беседу. Спасибо вам большое за такие детальные ответы, такие важные моменты из истории, которые должны стать для нас действительно уже опытом. И мы из него должны сделать свои выводы. Еще будем с вами видеться в наших эфирах. К сожалению, время наше ограничено. Спасибо за разговор. Борис Пинкус был знамен на звязку. Керевник окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штату Нью-Йорк.